Здравствуйте! В эфире «Наше время» в студии Елена Макаренко. Скоро в Алтайском крае пройдут традиционные шукшинские дни. Кинофестиваль, который обычно предваряет торжества в Сроссках, в этом году юбилейный, 20-й по счету. Каким он будет, каких гостей ждать жителям Барнаула и Алтайского края, мы сегодня спросим у Елены Безруковой, временно исполняющего обязанности начальника управления края по культуре и архивному делу. Здравствуйте, Елена! Добрый день! Ну вот уже неоднократно обсуждали, что программа шукшинского кинофестиваля всегда насыщенная, год от года все более богатая на разные мероприятия. Вот в этом году сколько дней она продлится, что в ней изменится? В этом году шесть дней будут здесь, шукшинские дни на Алтае, мероприятия составляют почти 60 наименований. Мы начинаем 23 июля в понедельник и заканчиваем пикетом в Сроссках 28 июля, соответственно. То есть всю неделю у нас будут в крае гости, встречи, массовые и камерные мероприятия на любой вкус. Ну вот, кстати, о гостях. Кто приедет на Алтай? Какие кинорежиссеры, может быть, посетят наш край в этом году? Мы ждем более 20 гостей. Это и актеры, и режиссеры программ «Полного метра», «Короткого метра». Я назову только несколько фамилий. В этом году с нами работает в качестве президента фестиваля «Народный артист» Виктор Иванович Мережко. В этом году один из очень интересных гостей фестиваля, который будет с нами от начала до конца, это Федор Добронравов, который не только представит фильм «Открытие жили-были», но и сыграет в спектакле «Чудики», где он будет исполнять сразу несколько ролей. Это состоится в Театре драмы в Барнауле. Кроме того, состоятся также творческие встречи с ним. Будут другие интересные гости, не буду перечислять всех, но не могу не сказать о том, что завершит нашу программу на пикете очень известная и любимая многими певица Пелагея. Вот вы немножко заикнулись уже про фильмы, сколько их всего в этом году будет и какие это вообще фильмы, о чем они? Мы уже разместили на сайте Шуршинского фестиваля и на сайте Алтай-архив культуры афишу, в том числе кинофестиваля, которая включает показы и фильмы. У нас в этом году две составляющих кинофестиваля – это «Полный метр» художественные фильмы и короткометражки. «Полный метр» мы будем показывать в этом году в одном месте на площадке кинотеатра «Пионер». И в течение двух дней в Барнауле, а потом по другим точкам Алтайского края, будут идти фильмы конкурсного показа. В Барнауле 25 числа, смотрите афишу, их представят наши гости, которые будут представлять каждый свой фильм. Актеры, режиссеры, люди, имеющие отношение к созданию фильма. «Короткий метр» будет открываться в парке спорта имени Смертина. И первые два показа в режиме «Ночь короткого метра» мы покажем именно там. А потом в некоторых других точках географии Алтайского края, в частности в «Быстром истоке», продолжится показ «Короткого метра». Мы в этом году включаем не только Барнаул, Белокурих, Убийск, но и в том числе те населенные пункты, где в последние годы открывались 3D-кинотеатры. У жителей этих населенных пунктов тоже будет возможность посмотреть фестивальное кино. Ну а что это за работы? Вот о чем они? Какая главная тема? Неизменным девизом фестиваля, шукшинского кинофестиваля последних лет остается шукшинская фраза «Нравственность есть правда». Исходя из этого камертона, отборщик фестиваля, а в этом году это программный директор кинофестиваля, который работает в Московском доме кино Виктор Прокофьев, рекомендованный нам президентом фестиваля Виктора Мережко. Делал отбор этих фильмов, и на наш взгляд все они должны отвечать вот такой вот шукшинской тематике поиска правды, справедливости, добра, нравственных ценностей. Надеемся, что все они будут отвечать девизу фестиваля, а жюри выберет, какой из них больше всего подходит. Елена, ну вот как вы лично считаете, интерес к шукшинскому кинофестивалю, он не падает в последние годы? Ведь уже есть такая некая альтернатива, как называют многие, там, те же рождественские чтения. Вот что вы думаете по этому поводу? Ну я думаю, что, во-первых, шукшинский фестиваль насчитывает огромное количество мероприятий, в сравнении со своим, ну так скажем, младшим братом. И я думаю, что, несмотря на то, что это лето, время отпусков, количество людей, приезжающих к нам, и количество наших жителей, которые участвуют в мероприятиях, ну, на мой взгляд, год от года только увеличивается. В том числе на камерные мероприятия, например, литературные встречи. Для примера скажу, вот, про, используется спросом или нет, что уже, наверное, недели три на открытии шукшинского кинофестиваля все билеты были распроданы. Но у нас огромное количество творческих встреч уличного формата и в помещениях, на которые вход свободный и бесплатный. Кстати, фильмы бесплатно посмотреть тоже можно. Билеты будут находиться бесплатные и пригласительные в кассах кинотеатра. Мы все-таки выписываем билеты, потому что количество мест ограничено, но за неделю до показа можно прийти и на понравившиеся фильмы набрать билетов. Ну, на этой позитивной ноте мы с вами заканчиваем. Спасибо большое. А я напомню, что это была программа «Наше время». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова